Заказывайте видео, продвигайте варианты, задавайте вопросы, спрашивайте, интересуйтесь, не стесняйтесь. Сиди и смотри, вечная классика, часть 1. Николай Жаринов. Младший Жаринов, тоже у него прикольный голос. Вот генетика, вот у отца и у сына офигенский голос. Я бы за такой голос душу был отдал. Приветствую, друзья. Мы много говорили с вами о литературе, о живописи, и коснулись даже истории, но долгое время в прицел нашего взгляда не попадал кинематограф. А это упущение нужно исправить. Кино я люблю, люблю с самого детства и хочу поделиться с вами сегодня своим топом фильмов. Топом фильмов, которые, на мой взгляд, позволят вам лучше разбираться в том, что представляет из себя кинематограф. Опять же говорю, эта вещь исключительно личная. Это мой взгляд, я никому его не навязываю, но все-таки думаю, что каждое из произведений, о которых я буду сегодня... С 2017 года вы меня знаете? Ничего себе. А ничего, что я стримить начал в 2020? Как вы меня знаете с 2017? Говорить является тем самым настоящим произведением искусства, которое достойно вашего внимания. Кстати, а проходит все это в уютном лофте Касса-Пикасса. Здесь же, кстати, идут и мероприятия оффлайн своим участием. Поэтому переходите по ссылкам в описании, смотрите и приходите, встретите... Говори, что ты Пикасса, говори, что ты Пикасса, встретимся... Встретимся у Кассы. ...со с вами в оффлайне. Ну а тот фильм, с которого я хочу начать, это классика немого кино. Точнее, уже самый закат немого кино. Вообще, вот само название немое кино достаточно странное. Разве немое кино молчит? Разве оно не говорит с нами? Но это не так. Немые фильмы общаются, общаются с нами при помощи символов. И, кстати, есть один очень важный момент. Если вы хотите понять вообще, насколько хороший перед вами фильм, попробуйте взять и выключить в нем звук. Если вам интересно смотреть на то, что происходит на экране даже без звука... Вечер добрый. Вчера узнал вас недалеко от Цветного бульвара. Спасибо. Сегодня посмотрел два фильма «Бабник 1990», который еще с Антоном в ЭХС обсуждался, и фильм «Русалка Анна Меликян». Что о них думаете? Спасибо большое, Эдуард. Спасибо огромное. Да, действительно, в Побде у вас забавно. Я не ожидал, что вы меня узнаете. У меня была важная встреча, и это было весьма неожиданно, что меня кто-то на улице узнал. Спасибо огромное за 100 рублей. Насчет «Бабника». Ну, «Бабник» такая неплохая комедия, в общем-то. Я думаю, все, что я мог о нем сказать, я сказал его с Антоном в ЭХС. Он не очень примечательный, но тоже какие-то интересные темы раскрывает. «Русалка» «Русалка Меликян», я ее, по-моему, видел. Да, я ее точно видел. Видел ее давно. Фильм в целом оставил себе такие приятные впечатления. Он такой приятный фильм нулевых, своеобразный, своеобразной атмосферой. Поэтому я бы его рекомендовал. Сейчас уже его не помню, потому что я видел, соответственно, его, когда он выходил в 2007 году. И, естественно, у него забылся. Но какая-то там такая милая история. Вот, рекомендую к просмотру. Причем главная героиня напоминала одну мою одногруппницу. Ну, да, на матфаке. Сили сам просил сфоткаться с Эдуардом. Потому что вы видите говорящую мимику, потому что вы видите внимание к деталям, вы считываете символы, значит, перед вами действительно хорошее кино, потому что именно визуальный инструмент для кино самый важный. Звук — это просто очень хорошее, очень приятное, но все же дополнение. Ну, тут можно согласиться и не согласиться. Также можно еще и убрать цвет, попробовать, посмотреть, будет ли цветной кадр смотреться нормально без цвета. То есть так можно все средства выражения убрать и смотреть, нормально, ненормально. Вот. Не всегда это работает. Все-таки есть и интересное диалоговое кино, которое именно построено на диалоге. Поэтому это такое, какое-то достаточно упрощенное с точки зрения. Но картинка должна быть визуально приятная. Итак, огни большого города. Что это за кино? Как я уже и говорил, это закат немого кино. Мне кажется, принц — это были вы. И вы и есть Эдуард, что ли? Потому что в Донате, по-моему, ничего не было. Профотографироваться? Я про это не говорил на стриме и никому вообще не говорил. Принц палился. Короче. Чаплин снимает этот фильм в то время, когда уже существует звук. Он даже пародирует звук в самом начале своего фильма, когда изображает речь актеров. Чаплин как будто подчеркивает «Смотрите, мне звук вообще не нужен. Я спокойно могу общаться со зрителем и просто с помощью экрана». Действительно, фильм Чаплина — это совершенный учебник того, как мы должны смотреть на детали, как мы должны считывать символы, как вообще строить драматическое повествование только при помощи визуального ряда. Чаплин в этом плане совершенен. Один из самых наглядных учебников. Просто возьмите и посмотрите на эту замечательную сцену. Ведь вся тема фильма — это тема слепоты и прозрения. И что делает Чаплин? Все шутки в этом фильме связаны именно со слепотой и прозрением. Ага, ладно, хорошо. Харлампиус, окей, все. Все. Тогда решили вопрос. Ну, по крайней мере, я специально сделал эту провокацию, в том числе, чтобы узнать, кто это из ников. Что еще можно добавить к этому еще добавить? Ну, конечно, в этом и проблема. То есть в итоге это во многом пантомимо. И пантомимо со звуком уже... То есть в любом случае у Чаплина это выглядит гротесно. То есть это выглядит не очень естественно. И поэтому, например, сейчас Чаплин, мне кажется, уже не так хорошо смотрится. В целом, я небольшой любитель Чаплина. Мне больше нравятся братья Маркс. Вот. И их такой более разрушительный стиль. Например, в этой замечательной сцене, когда главный герой видит перед собой обнаженную статую. Он хочет сосредоточить внимание на ней, но при этом все время поглядывает на коня. Вместе с этим совершенно не замечает опасности, которая находится за ним. Это люк, который все время выдвигается и уезжает назад. Вот вам, пожалуйста, тема слепоты и прозрения. И так в этом фильме будет выстроено практически все. Каждая шутка. Каждая деталь. Ваш половой член. Я не видел этот фильм. Все будет построено вокруг этого единого общего центра. Все герои по-своему будут слепы. Будет слеп миллионер, который будет видеть в Чаплине друга только в тот момент, когда он напивается. Слепая девушка. Жизненно. Жизненно. Слеп во многом. И сам Чаплин. На самый интересный момент, когда эта простая комедия переходит на совершенно другой уровень. Это уже самый финал фильма. Когда Чаплин находит деньги на операцию девушки. Когда он уже оплачивает все. И вот она в несчастном бродяге узнает своего спасителя. Узнает при помощи прикосновения. Заметьте, не зрение. Движение, прикосновение. И тут возникает вопрос. Теперь вы видите? И ответ девушки. Теперь я вижу. И мы понимаем, что речь-то идет здесь совсем о другом зрении. Не том зрении, которым обладают наши глаза. А тем зрением, которое, скажем так, видит правду. И Чаплин это в своем фильме показывает блестящее. Это один из лучших примеров мирового кинематографа, который я знаю. Поэтому настоятельно рекомендую вам посмотреть или пересмотреть этот фильм. Ну а теперь хочу вам рассказать о фильме. Нет, вы будете страдать, будете работать. Понимаете? Нельзя это просто так взять и уйти. И на дворе спецоперация вы бросаете свои полномочия. Вот так вот вас назначили на почетную должность и вы бросаете свои полномочия. Которые для меня по-настоящему много значат. Сразу скажу. Кубрик мой любимый режиссер. Я не знаю мастера круче. Да, Кубрик реально вообще топ. И сложно реально найти мастера круче. И сложно найти другую лекцию про Стэнли Кубрика, кроме как лекцию Силентиума. То есть, если вы идете в гугле Стэнли Кубрика лекция, то выйдет мое видео. И смотрите ее. Там про Кубрика рассказывается очень много. Я не знаю большего задрота в кинематографе. А на мой взгляд... Я не на плантации, чтобы работать. А где вы? Что вы? В сказку думали попали? Режиссер всегда должен быть задротом. Он должен буквально совершать насилие над реальностью. Он должен добиваться того, чтобы его кадр буквально кричал. А кадр Кубрика... Кадр Кубрика он орет. Обычно у этого режиссера выделяют такие его фильмы, как «Заводной апельсин». Бесспорно, великая картина. Мне «Заводной апельсин» не так сильно нравится. Естественно, говорят про его сияние. Тоже очень и очень хороший фильм. Но мне больше всего нравится его великолепное повествование об Англии 18 века. Ну, логично. Мой тоже любимый фильм у Кубрика – это «Барри Линдон». Хотя я для себя, когда готовил лекцию, открыл тропы славы. Это вообще недооцененный фильм. Режиссер его смотрел, черно-белый. Тоже про войну, про Первую мировую войну. И хорошо показывающий абсурд этой войны. Он отлично вложится на доктора Стрэнджелова вместе. Это фильм, снятый по одноименному роману Уильяма Мейкпис Теккере «Барри Линдон». Что делает Кубрик с литературным текстом? Это ж просто крышеснос. Ребят, он каждый раз выбирал далеко не самые сильные литературные произведения, потому что Кубрик, как настоящий режиссер, прекрасно понимает. Литература — это только основа. Кино — совершенно другой вид искусства. Можно взять достаточно слабый текст, и даже из этого слабого текста при развитии визуальных. Это, кстати, интересное. Это именно талант, это вот этот вижен. Когда ты читаешь слабый текст, но видишь его мощь визуально, потому что все произведения Кубрика собраны по текстам, и, наверное, кроме Лолиты, мощных текстов там и не присутствует. Но именно текстуальную мощь у Лолиты он не особо передал. А, ну, кстати, да, «Заводной апельсин» тоже. Да, тут «Заводной апельсин» тоже можно отметить. Тоже классика. Ну, да, «Заводной апельсин» тоже крутой. Забавно, что когда он делал «Заводной апельсин», он не прочитал последнюю главу. Создать настоящую, безумно красивую историю. Барри Линдентекера – это обычная история авантюриста. О чем рассказ Кубрика? Да, Валиту Кубрик снял. Одна из экранизаций Валиты – это экранизация Кубрика. Там реально ебут, как на наших стримах. Приключения хитреца, но разбитые на две части. То есть, двучастная структура – это, мне кажется, один из самых любимейших приемов Кубрика. Многие у него фильмы разбиты на две части. Там тот же самый «Космическая Одиссея», тот же самый «Варри Линден». Ну, понятно. И цинометаллическая оболочка – это все фильмы разбиты на две части, и две части имеют абсолютно разную темпоритму. «Ох, это потрясающая притча о самой человеческой судьбе, о том, как далеко не всегда справедливо, трагично, изящно и при этом красива наша жизнь. Кубри хочет сделать невероятную вещь. Ему важно показать вам саму атмосферу XVIII века, а в этот момент не было искусственных источников освещения, не было». То есть, да, поэтому, собственно, он не использовал искусственный свет, использовал такие дорогие линзы именно для того, чтобы ту оптику передать. Оптику, которая в том числе запечатлена и в картинах того времени, и много отсылок на разные картины у него есть, соответственно, в Баррлиндоне. Ну, понятно тогда, почему концовка и отличается. Кстати, книга кончается «Унылие фильма», там Алекс, типа, вырастает буквально, блядь, он просто вырос в фигни про ультинасилие повзрослел. Ну, зато в концовке объясняется, почему это заводной апельсин. Там он эту фразу произносит, как будто бы какой-нибудь бог держит в своих ручищах поганый, там, гнивой апельсин и вертит его снова и снова. То есть, что вот это все... У него вырастет сын, и он таким же будет, как он. И все это повторится. Электрического света. А, ну, кстати, да, тоже можно сказать, что апельсин на две части разбит. Да, Ингварда. Совершенно верно. А как это? Там, 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 типа, две части по-другому устроены. В первом, в первом части он совершает, так сказать, грехи, совершает какие-то преступления, а потом сталкивается с жертвами своих преступлений и, собственно, реакцию. И в этом плане мы понимаем, что эти жертвы, в общем-то, ничем не лучше, чем Алекс. Это такое же насилие. То есть, насилие, оно порождает другое насилие. Этот круг бесконечный. Вот эта тоже тема присутствует. Показать на пленке. И Кубрик специально для этого фильма заказывает себе светосильная камера в НАСА, чтобы не использовать искусственных источников освещения, чтобы показать вам... Евгений Павлович, как бы усеяние разбили, на какие две части. 18 век таким, каким он является. И вдохновляется в этом отношении Кубрик полотнами... Блин, у него руки забиты. Кошмар какой. Ненавижу татуировки. Вестеро в той же эпохе. Ох, блестящая сцена, как же я ее люблю. В тот момент, когда Барри Линдон встречается ночью с графиней Линдон на балконе. Просто посмотрите, что это. Это ж нечто. И по эстетике кадра, и по наполнению, и по всему. Это одно из самых блестящих повествований визуальных, которые я только знаю. Тут, опять же, важное понимание. Нет искусственных источников освещения. А еще важная деталь. Не только картинка. Музыка. Кубрик настолько внимателен, что полностью перерабатывает простенькую мелодию сарабанды Генделя. Я думал, заводной президент, типа живой организм, которым пытаются работать механически, и насильно пытаются освободить выбор в пользу добра, механически сделать Алекса добрым. А если буквально представить петафору, то апельсин уже... Ну, короче, можно и так это проектировать, конечно, но если говорить про книгу, которая, собственно, имеет такое же название, там, собственно, понятно, почему так называется в последней главе. Да, музыка классная, сарабанда великолепная. Так, три части же Алекс беспределит. Алекс перевоспитывается, и он безобиден над Алексом вздевается. Ну, по сути, он безобиден, когда и перевоспитывается. Первая половина фильма главный герой — это писатель, а вторая его жена и дети. Ну, я могу это что-то напутать. Ну, да, мы тоже согласны, что там есть какой-то перевом, Евгений Павлович, потому что он не такой явный, как в той же самой Барлиндоне или целометаллической оболочке. Начальна эта мелодия играется на клавесине. Для него она и написана. Кубрик делает ей оркестровую обработку, и вот сарабанда Генделя уже начинает звучать, как тема судьбы. Она красной линией проходит через весь фильм. Но что этот режиссер делает в финале, черт возьми, это ж вообще просто с ума сойти. Мы привыкли с вами видеть, что кино — это прежде всего изображение. А Кубрик берет и самый драматичный момент. Делают. На чем? На черном экране. Ребятки, это вообще смерть кино. Да, да, да. Это было во времена правления Георга Третьего. А сейчас все эти люди мертвы и равны. И вся вот эта вот борьба за статус той эпохи был не нужен. Понимаете, что все основные эмоции вас охватывают в тот момент, когда вы видите послесловие о том, какие были все эти люди. И потом перед вами возникает черный экран, и тут сарабанда Генделя начинает звучать по полной программе. И вот он. Бах! Катарсис. Это настолько новое слово с точки зрения эстетики кино, настолько новое слово с точки зрения восприятий, что вы понимаете, перед вами настоящий пример искусства. Тот, от которого просто сносят голову. Ну да, тут полная потеря смысла, полная потеря... То есть тут главный герой он сделал вот кучу всего, но его рот будет прерван. Он не забыт вообще. То есть он не продолжит. Тут есть такая, конечно, горечь. Собственно, поэтому Барри Линдон пытается, может быть, сделать свой хороший какой-то поступок, как-то смыть свою карбу, но, видимо, такое не смывается, и он остается без ноги. Фильм долгий, фильм медитативный, но при этом фильм и безумно... Если здесь не будет хрусталев в машину, то это фиговая подборка. Сивый. Барри Линдон, Стэнли Кубрика. То, что точно нужно посмотреть каждому человеку. Барри Линдон — это живопись 18 века, воплощенная в кинематографе, но есть ведь великая живопись Нидерландов. А где она применяется? И тут я могу вам подсказать один из самых красивых и удивительных фильмов, которые я только знаю. Это великолепное произведение Йоса Стеллинга, его «Летучий голландец». Потрясающая притча о том, что представляет из себя мечта для человека. Кстати, я его не видел. Что значит жить мечтой? Что значит вообще познавать этот окружающий мир? Удивительное, насыщенное символами повествования. Это буквально ожившие полотна Брейгеля. Блин, вот это хочу глянуть. Вот это прям топ. Бандейка. Босха. Это настоящая живопись в кадре. Потрясающе подобранный музыкальный ряд. Тонкая, философская. Безумно глубокая история. И самое главное, те кадры, которые просто поражают вас своей красотой. Смотрите вы, например, на момент свидания главного героя со своей возлюбленной, которая происходит в тюрьме. Ты здесь? И видите, что все это свидание вам показано через один жест. Но какой говорящий жест? Насколько открытый. Насколько этот кадр... И тут тоже какие-то эти вот руки из живописи. Буквально кричит и сообщает вам... Рука, наверное, это самая сложная часть, которую сложнее всего нарисовать, мне кажется. Ну, понятно, что, типа, портрет это самое сложное, но вот именно руки, их убедительно нарисовать, это... надо уметь показывать мастерство. Всю информацию о том, какой драматичный момент на самом деле происходит, как вы проникаетесь повествованием, как вы видите то... тот образ, который захватывает вас и захватывает до самого конца. И какой у фильма финал? Черт возьми, это ж настоящая икона. Как построена эта сцена? Какой намек на образ Богоматери с младенцем, когда в определенный момент герой у вас буквально превращается в кадр и буквально превращается в икону? Просто посмотрите. Это действительно нечто. Это тот момент, который и можно называть настоящим искусством. Тот момент, когда кино и живопись переплетаются настолько тесно, что их буквально уже не разъединить. Йос Стеллинг, летучий голландец для всех тех людей, которые любят живопись и для всех тех людей, которые любят глубокое осмысленное кино. Обязательный маст-вотч. Но кино, это же ведь далеко не только живопись. Так, интересно, что будет дальше. Живопись предполагает из себя определенную постановку кадра, но ведь функция кино может быть совершенно другая. Кино обладает тем, чем не обладают все-таки другие виды искусства. Кино может фиксировать реальность, может фиксировать прямо время. В прямом смысле этого слова. А в этом отношении интересна, например, документалистика, ведь более достоверной фиксации реальности у нас, по сути дела, с вами и нет. И тут я, конечно, вспоминаю один из самых интересных фильмов режиссера, которого я безумно люблю. Это Микеланджело Антониони. И из всех фильмов Антониони, а у него очень много по-настоящему хороших картин, я хотел бы выделить фильм Забрийский поинт. Но Забрийский поинт я видел. Там кадры вы и показали. Забрийский поинт интересно сделан. Только потому, что этот фильм мне близок по своей теме. Я обожаю эпоху конца 60-х годов в Соединенных Штатах. Мне очень нравится вообще культура хиппи. Да, это же забавно. Вот этих всех хиппи достаточно сильно избивала полиция. То есть, если бы вспомнить вообще, как себя силовики в Соединенных Штатах вывели в то время, то наши силовики еще кажутся довольно-довольно нежными. Сексуальная революция. Это было действительно удивительное время. Но мне интересно то, как показывает это Антониони. Как он это показывает с точки зрения документалистики. У вас есть достаточно вялое повествование, которое, по сути дела, только не занимается тем, что фиксирует вам реальность. И постановочные кадры, ну, здесь они относительные. У вас даже актеры, это в фильме не профессиональные. Антониони специально нанимает обычных людей, чтобы они играли в его фильме. Ему не хотелось прибегать к услугам профессиональных актеров. Весь этот фильм выстроен только ради одного кадра. Кадра сумасшедшего. Кадра, в котором вам раскрывается вся суть кинематографа от и до. Кадр, который занимается именно тем, что фиксирует реальность. Представьте себе, вам нужно показать тот момент, когда у человека ломаются в голове все устои, когда он находится в той ситуации в жизни, когда он понимает, дальше он так больше жить не может. У него в голове буквально бах, происходит взрыв. И нового еще ничего нет. Но и старого уже ничего не осталось. И что делает Антониони? Он покупает настоящую виллу. На это уходит почти весь бюджет. И просто бахает. Что интересно, пародия на этот фильм, на Забрийский поинт, есть в фильме «Другая сторона ветра». Это последний фильм Орсона Уэллса. Вот. И там он довольно смешно пародируется. Потому что по сути своей Забрийский поинт это такое блуждание по пустыне бесконечное, безграничное. Вот они там ходят, маются, ходят, маются. Вот. И это хорошо. Это точно смешно пародирует. Орсон Уэллс. Там такой интересный монтаж «Другая сторона ветра». Фильм, к слову, провалился в прокате и был оценен много лет спустя. Взрывает эту виллу, но снимает все это на высокоскоростные камеры, которые тоже, естественно, вместе с взрывом все погибли. А все ради чего? Чтобы показать вам вот это. Под блестящую музыку Пинк Флойд, которая ложится... Они не только избывали их деревянными дубинками, еще и стреляли в них из боли-волу. Там многие зверцы с ними делали. Я просто особо никогда не интересовался вообще силовыми структурами и их методами. И тут про... Немножко послушал про Хантера Томпсона, и он как раз активно боролся против такого поведения силовиков. И это забавно. Это относительно недавно было, и тут кто-то вообще говорит, что в России кошмар створится. Телитарное государство. Да, лучше всего он на высокоскоростные камеры показывает вам саму эстетику разрушения. Что значит взрыв, что значит слом стереотипов. Когда вы видите, что это... Это же невозможно контролировать. Такой кадр просто не простроить. Вы потом должны это все выбирать на монтаже по деталькам. И как это блестяще делает Антониони. Как он показывает вам саму энергию разрушения. Как он делает это с точки зрения эстетики великолепно. И как этот кадр буквально кричит. Весь фильм вас к этому кадру готовит. Этот кадр становится абсолютным катарсисом. Одним из самых блестящих произведений в истории кинематографа. Поэтому да, Микеланджело Антониони «Забрийский поэнт». Тот фильм, который должен посмотреть буквально каждый человек, который хочет разбираться в истории кино. Большего задрота, чем Антониони в плане проработки одной сцены. Но я, пожалуй, не знаю. Поэтому посмотрите на эти детали. В 60-е, по-моему, была загенерирована на загонокном уровне и в автобусах и в 60-е. Ну, да. Изменили, по-моему, все-таки. Это потрясающее произведение. Это действительно того стоит. Единственное, что, чтобы лучше разобраться в контексте, все-таки лучше ознакомиться с теми процессами, которые происходили в Соединенных Штатах в конце 60-х годов 20-го века. Тогда посыл фильма будет все-таки понятнее. Когда мы говорили об Антонионе, я говорил вам о документалистике, то, опять же, это далеко не всегда лучшее решение для кино. Ведь есть еще Федерик Феллини, а Федерик Феллини это полное противополомое... Интересно, что там будет Федерик Феллини? Я бы все-таки обозначил, наверное, Маккорд. Не знаю, что он отменит. ...документализм. Феллини всегда сам выдумывает свою реальность. Он даже море везде и всегда делает полиэтиленовым, потому что ему неинтересно было изображать натуру. Он-то как раз говорил о том, что самое важное это павильонные съемки. Он в своем фильме Амаркорд, а это блестящее произведение, там и сценария фактически нет. Это просто нарезка сцен, воспоминаний из детства. Блин, тоже его было бы очень классно посмотреть на стриме. Это прям мощный фильм. Воспоминания о том, как... То есть 8,5, конечно, классный, классный, вот, но с точки зрения весело смотреть и какая-то типа атмосфера это Амаркорд. Видит художник свой родной город. Что значит воспоминания в жизни человека? Никогда не замечали, что в тот момент, когда событие какое-то уже проходит, через некоторое время ваша память начинает окрашиваться теми или иными мифами. Вы фактически вашу память дополняете. Вы создаете из нее своеобразное произведение искусства. И вот что делает Феллини в своем фильме Амаркорд? В этом безумно интересном, комическом, но очень трогательном повествовании. Он показывает вам как раз тот самый акт творения. Его город Риммини превращается просто в место обитания настоящей сказки. Вы буквально в Нарнии, а уже не в реальном итальянском городе. Вы действительно как будто находитесь в фантазии режиссера. И там летом может идти снег, вдруг город может покрываться туманом, вдруг самая комичная история о взрослении идут у вас прямо параллельно с трагедиями. И все это создает под музыку великолепного композитора Нина Рота совершенно потрясающее повествование, которое действительно стоит, на мой взгляд, посмотреть каждому. Федерико Феллини и его Амаркорд. Он шикарный. Ну, а в следующем выпуске мы продолжим. Так, мы досмотрели, господа. Заказывайте видео, если вы хотите что-то еще глянуть, не стесняйтесь, 40 рублей одна минута стоимость заказа заказывать. Можно все, что угодно, врагоправил, отвечая Ютуба. Вот, и о лучших фильмах. Ну, а так, не забывайте подписаться на канал, поставить колокольчик, и если вам понравилось это видео, то поставить лайк. А еще напишите комментарий, какие бы вы и до скорых встреч. Порадуем алгоритм и тюрьмы. Спасибо большое, спасибо большое русофобосексуал, спасибо большое за 700, 600 рублей, господа. Заказывайте видео, предлагайте варианты, поддерживайте стрим-стримеры, не стесняйтесь творить контент вместе. В общем, почти все видео, кроме летучего голландца из этого списка, ну да, это такие признанные шедевры, тут совершенно согласен, даже вот этот забрийский поинт, он хорош, хотя он странно смотрится, но ему все равно приятно смотреть, то есть он обладает такой вот именно притяжением, то есть там ничего не происходит, но он притягивает взгляд, притягивает к себе атмосферой. Про кино всегда хорошо, давайте посмотрим. Сиди и смотри, вечная классика, часть 2, давайте глянем. Согласен, что Жаринов классный, у них крутой контент, я рад, что Жаринов старший пришел на смену Долину, в принципе он так намного интереснее и эмоциональнее рассказывает, имеется ввиду на премьерах разнообразных фильмов в октябре, в кинотеатрах говорить с говорить с говорить с вами про лучшие фильмы. Первый топ вы могли уже видеть на нашем канале, вот ссылка переходите, смотрите, если еще не видели. И делаем мы все это в уютном пространстве кассы Пикассо, где, кстати, проходят и мои оффлайн мероприятия, переходите по ссылке в описании, смотрите и приходите, встретимся с вами в оффлайне. Итак, говоря о следующем топе, я бы хотел вспомнить фильм, который лично для меня очень многое значит. Это замечательная картина Франсуа Трюфо «400 ударов». Это самое начало Франсуа но вот этого не видел сразу же начали с того, чего я не смотрел. Ну, в целом у меня такое странное нелюбовь к французской новой волне в целом, хотя надо ее тоже посмотреть в большем количестве, я понимаю, типа, это важная часть кинематографа, но вот не мое, не знаю. Уникальный метод видеоповествования, как он рассказывает вам историю взросления героя, как он ломает четвертую стену. Трюфо блестяще играет с положением камер. ничего не напоминает, ничего не напоминает. Это явно хрусталев машину на вот это вот отсылается на 400 ударов. Буквально первые кадры с героем после эпизода с Федя Рамушевым вот мы видим тоже отражение мальчика. Он одним из первых применяет прием, когда вы фактически начинаете смотреть на мир глазами героя. и как он умело перемежает все эти кадры. Как вам здесь комическое сочетается с трагическим. Как в определенный момент вы видите эту непростую судьбу и какой отклик у вас вызывает эта картина. Блестящий дебют трех А чего в Фрусталеве нету? В Фрусталеве нету морковных котлет. За этот фильм сразу же он получил золотую пальмовую ветвь, а потом и номинацию на премию Оскар. Это действительно то кино, которое нужно посмотреть практически каждому. А какой же там замечательный блестящий финальный кадр вот с этой пробежкой к морю. А именно о море и мечтал в свое время главный герой. Просто посмотрите на него. Кстати, именно этот кадр вдохновил Тарковского во время его съемок фильма Иваново детство. Если вы вспомните последний кадр из фильма российского режиссера, то увидите, что он действительно очень много взял у Трифо. Правда, придал этому совершенно другое звучание. Мой совет Франсуа Трифо 400 ударов. Согон насчет науваг, особенно Бельмондоп, уже одна фамилия Чел стоит. Фильм, который точно нужно посмотреть. Вообще 400 ударов. Ну, этот Джаринов может быть еще не заматерел, чтобы вам совсем нравиться. Один из лучших фильмов о взрослении, который... Я, какая у него приятная этот самый костюмчик, точнее пальтишка. Знаю, а самое главное, насколько классно там показан город. Как он буквально говорит с вами. И ведь Москва, это тоже обалденный текст. Поэтому мы сейчас занимаемся тем, что снимаем ролики о том, как через различные произведения город может говорить с вами. О, это интересный цикл. Ну, а самое главное, когда смотришь хорошее кино, это чтобы было, что перекусить и было, что попить. Поэтому наши друзья из магнит доставки дарят вам промокод на китку 300 рублей при заказе от 1000 рублей. Переходите по ссылкам в описании, вводите указанный промокод и наслаждайтесь хорошим кино. Мы возвращаемся к фильмам. Ну, а раз мы уж с вами заговорили про Тарковского, то, конечно, не могу не упомянуть тот фильм у режиссера, который, ну, лично для меня является одним из главных. Я обожаю «Сталкера» от начала и до конца. Это не только замечательное наполнение визу... Ну, я больше люблю зеркало, но «Сталкер» тоже как бы... Ну, типа у Тарковского не так много фильмов, конечно же, еще. ...важаемым рядом. Тарковский очень хорошо разбирается в символах. Лучше уж вашей сраной игры, в которую играют все эти вот эти вот будланы. в том, как показать их на экране, в том, как оформить это музыкально. «Сталкер» это действительно буквально поэзия в кинематографе. Не случайно в фильме два раза звучат стихи. Один раз отца Тарковского, Арсения Тарковского. Блин, а вот эти вот песок, это же реально завозили. Там, по-моему, была какая-то интересная история, что было то ли мало. Представляете, набить песком какую-то комнату. В фильме два раза звучат стихи. Один раз отца Тарковского, Арсения Тарковского. Кстати, опасно, опасно, это не должен быть первый этаж, иначе могут перекрытия сломаться. Тарковского, вот или это прошло. И в финале стихотворение Тютчева. Это действительно важный композиционный элемент. И весь фильм, он, по сути дела, построен по принципу стихотворного повествования. Поэтому и к кино этому вы тоже должны относиться иначе. вы должны воспринимать эстетику и красоту кадра. То, как он... Андрей Рублев лучше. И вот Андрей Рублева не видел. Вот надо реально собраться его посмотреть. Не доходит никак руки. Показывает вам очень важную тему. Ведь фильм этот посвящен чему? Человеческим желаниям и человеческим мечтам. Насколько они достижимы. Через что должен пройти человек, если он хочет достичь своей мечты. И если он пройдет через все трудности, то останется ли у него эта мечта или она погибнет? Тарковский показывает, как даже самые неприглядные пейзажи можно показать блестящее с эстетической точки зрения. Он показывает вам, как даже в общем-то в не очень сложную повесть братьев Стругацких, пикник на обочине вы можете внести совершенно новые философские смыслы, которые... В этом плане он как кубрик, слабый текст наполняет чем-то новым, опять же, наполняет христианским образом. Здесь сталкер это очевидно Христос, который пытается всех этих людей вывести, показать им какую-то истину, но люди не готовы принимать истину, даже если ты говоришь, вот, вот, Бог, он перед вами, да? Но они не поверят, не примут. Изначально в этом фильме... и в этом его мучения. ...не было. Это сразу можно сказать. Фильм очень непростой. Ну, я вообще считаю, что в целом Стругацкие, ну, такие себе. Я хочу почитать их град обреченных, чтобы какой-то окончательный вердикт и отношение к ним сделать, потому что, как говорит, опять же, тот же Быков, это их самый главный основной текст. Но тот фильм, который не только учит вас видеть красоту, а фильм, который для вас может очень многое открыть, в том числе в вашем взгляде на жизнь. Конечно, говоря, о кинематографе нельзя не упомянуть о таком событии, как Вторая мировая война. Любые события в мире, они влияют на художника. Неужели сейчас будет что-нибудь из Германа? Вторая мировая война и точнее рефлексия на это событие пришлась на то время, когда развитие кинематографа шло буквально... Я бы хотел, чтобы были проверки на дорогах или хотя бы 20 дней без войны, хотя 20 дней без войны для меня самый слабый фильм Германа из всех. Семимильными шагами 60-е годы и начало 70-х годов это действительно время революции в киноискусстве. И здесь я хочу вспомнить фильм, который лично на мой взгляд показал мне образ войны и заставил с одной стороны не любить войну и не находить в ней никакой эстетики, ничего прекрасного, а с другой стороны показал насколько важна надежда и насколько важно оставаться человеком даже в самых мрачных и самых ужасных событиях. Это блестящая картина Алексея Германа Старшего 20 дней без войны. 20 дней без войны. Это тот фильм, в котором война не показана напрямую. Только первая сцена и последняя сцена будет непосредственно происходить на фронте. Все остальное это мирная жизнь. Но война здесь все время присутствует как отголос, присутствует как эхо. меняет судьбы героев. И самое главное это на мой взгляд. Там самое кошмарное в этой картине, что ее сняли на советскую пленку. По-моему все-таки проеки на дорогах снимались на кодек. А это на свему снималось. и конечно куча грязи на пленке как будто что с ней делали и в чем валяли. Это смотрится так себе. Но там есть крутой монолог который читает забыл актера. Вот очень долго в поезде едет. Там есть крутой Никулин в драматической роли, а не роли клоуна. Там много классного есть. Самая блестящая роль Юрия Никулина. Его все знают как комедийного актера. И долгое время Германа не хотели утверждать Никулина на этот диалог очень долгий по-моему одним кадром снятый. Утверждаю, что он с ней просто не справится. Но Никулин сам фронтовик. Он блестяще умеет прочувствовать эту ситуацию. Никулин еще и гениальный актер. И вот именно в этом фильме он так отображает вам образ войны. Например, в финальном кадре, когда герой загадывает себе желание и думает, что если три взрыва прозвучают, а потом тишина, то все в его жизни, в жизни его возлюбленной будет хорошо. Просто посмотрите. Кстати, это цитируется Фрусталев в машине. Если помните, почти незеркальная сцена. Если типа я брошу кольцо и оно попадет, то все в моей жизни будет хорошо. Буквально это говорит Кленский слев в машине. Здесь вот такой короче у Германа одна вселенная, один мир, где много что перекликается, много что рифмуется. Смотрите, как блестяще это выражается игрой мимики Никулина. Как вдруг на его лице проявляется счастье. Какой добрый и фантастический у него взгляд. это действительно пример не только блестящей режиссуры, не только тонкого очень глубокого кино о войне по том условии, что фильм называется 20 дней без войны, но и великолепный пример актерской игры, когда актер действительно не просто видит своего персонажа, когда он его чувствует, когда он буквально начинает жить его жизнью. это точно тот фильм, который должен увидеть каждый одно из моих любимых произведений о войне. Алексей Герман Старший 20 дней без войны. Жаба-жаба, здравствуйте. Когда мы говорили о Тарковском я уже упомянул, что Тарковский это своеобразие. Значит, тоже вселенная Ермольник бьет оборстанных христиан, да? Так точно? Поэзия в кино. И без поэзии фильмы Тарковского действительно воспринимать достаточно сложно. И у Тарковского были продолжатели, и продолжатели великолепные. И говорю сейчас, про один из своих таких самых милых сердцу фильмов. И речь про Джима Джермуша и его фильм Мертвец. Во-первых, на мой взгляд, это одна из лучших ролей Джонни Деппа. Во-вторых, это блест... Ну, не знаю насчет лучших ролей Джонни Деппа, мне кажется, лучше все-таки. Кстати, прикольно было бы на стриме тоже посмотреть Развратника. Тоже такой атмосферный, классный. Ну, Мертвец хороший фильм. С эстетической точки зрения, поведен. Кстати, вот Джармуш чем-то тоже как будто бы наш, в нем так много, если задуматься, чего-то такого балабановского. я все их сравниваю, потому что Джонни Депп, когда вначале едет в Мертвеце вот в этот какой-то город, у него такой костюм очень похожий на костюм персонажа про родов и людей. В общем, короче, который снимал на камеру, который пытался спасти. Поздно, Путилов, да, он похож на костюм Путилова. Путилов, вам пора. С одной стороны, перед нами вроде бы и вестерн, но вестерн символический, философский. Все здесь построено на отсылках к тому поэту, которого я, можно сказать, обожаю. Это один из самых блестящих представителей английской поэзии Уильям Блейк. И весь фильм так или иначе пронизан отсылками к его творчеству. Весь фильм это путешествие, но это не просто роуд-муви. Это роуд-муви в загробный мир. Это роуд-муви, насыщенный символами, отсылками, блестящими обращениями, даже символизм имен героев. Один Уильям Блейк, а другой индейец никто. И это буквально диалог сознания с бессознательным. И именно бессознательное главного героя проводит по ту сторону жизни, позволяет ему умереть с достоинством, потому что смерть это тоже своеобразный ритуал. В фильме очень много и юмористических моментов, и моментов драматических. Это действительно та лента, которая поставит вас наслаждаться, а самое главное это еще и потрясающая музыка Нила Янга. Вот убери оттуда его гитарные рифы и рассыпется весь фильм. А ведь Нил Янг гитарой буквально пишет вам эту картину, буквально создает всю ее образную и метафорическую составляющую. Это действительно пример очень и очень хорошего кино, которое может научить вас совершенно другому восприятию виртуального произведения. Все было хорошо, кроме обзора Мэдисона. Он был ужасный и ужасно скучный. Искусство. Джим Джермуш «Мертвец» и лучшая роль, на мой взгляд, Джонни Деппа. Еще в прошлом топе я говорил о том, что для многих режиссеров важна документалистика. Важно, чтобы кадр был настоящим, чтобы его буквально можно было прочувствовать. И, честно сказать, я не знаю большего задрота, чем Вернер Херцог. Девчонки, какой фильм он Херцога выберет? Я бы выбрал один. У Херцога есть один самый важный фильм. Собственно, это и «Карлик» я мечтаю о многом. Не рекомендую всем его глянуть. Это вообще шедевр. Там есть буквально я. Энли Кубрик тот еще перфекционист и всех своих актеров изводил и над своими фильмами работал подолгу. Но, ребята, то, что делал Херцог, поверьте, это вообще ни в какое сравнение не идет. Перед ним возникла история об одном авантюристе, страстном любителе оперы. Не видел. главный ролик. Ну, как бы, прическа сразу напоминает нам Линча. Гоу, ластик. В фильме Вернера Херцога Фицкаральда с ним. Я бы еще с удовольствием посмотрел бы Акира Гневбожий тоже его не видел. Снимал вообще. Немного фильма смотрел у Херцога. Блестящий параноидальный шизофреник. Великолепный актер, но очень сложный человек, который так сыграл свою роль. Вот этого авантюриста, одержимого идеей. Смотрите, какой идеей? В джунглях открыть оперный театр. И вот для того, чтобы заработать деньги на эту великую идею искусства создания оперного театра в джунглях, он решает организовать свою каучуковую плантацию и отправляется в экспедицию в труднодоступные районы Амазонки. Этот фильм можно было бы снять очень и очень просто, вообще без каких-либо проблем. Но Херцог тот человек, которому важно показать настоящую природу. И поэтому вся съемочная группа действительно отправляется в сложно доступные места Амазонки. Съемки продолжаются три года. Не раз заканчивается бюджет, на них нападают племена. Происходят постоянно ссоры между Кинским и режиссером, потому что они с одной стороны великолепный тандем, а с другой стороны терпеть друг друга не могут. Больше того, Херцогу в определенный момент даже индейцы, а здесь не актеры, а настоящие индейцы, которые живут Так вот, Кинский настолько достал индейцев, что вождь одного из племен предлагал Херцогу убить его. И мол, ничего тебе, режиссер, дорогой, не будет, вот твоего актера мы можем убить. Херцог на этот шаг не пошел и, наверное, хорошо. Съемки эти стоили Херцогу огромных усилий. Это, по сути дела, то, что действительно вымотало его от начала и до конца, но зато посмотрите на эти кадры, как они сделали. Он же действительно в настоящую пароход XIX века. И этот пароход XIX века тащил на лебедке через гору, чтобы спустить его в устье другой реки. Вам все это показано вживую. Почему? Потому что Херцогу важна достоверность. Важны вот эти условия. И понимаете, в чем дело? Когда вы смотрите на это кино, вы понимаете, ничего подобного вы никогда больше не увидите. Не увидите, потому что больше ни один сумасшедший режиссер никогда ни в какой ситуации не получит бюджет на то, чтобы сделать это. Естественно, да, это надо иметь реально прокачанные софт-скилл, чтобы убедить кого-то в эту авантюру просто списаться. В натуре все это будет только зеленка, это будет фальш. А тут перед вами буквально настоящая жизнь. И если мы говорим о кино как о смешении с одной стороны документалистике, а с другой стороны художественного вымысла, то вот этот фильм Херцога очень веселый, очень интересный, потому что главный герой с одной стороны мечты так и не достигает, он не удается построить оперный театр, но опера приходит... Я смотрю, это ваша как бы основная модель для поведения Чупа-Чупс. К нему, самому, и чувствует он себя в этом отношении победителем. Это блестящая финальная сцена, когда у вас прямо на этом уже избитом корабле исполняется опера Пуритания. И этот великолепный... Ну, главная музыка, опера, разве мы такое не одобряем? Мы такое одобряем. Налет мечты. Господа, заказывайте еще видосики. Давайте прямо сейчас еще чуть-чуть закажите, у вас минутка осталась. Если ничего не будет, то переходим к аукциону, будем уже думать, как нам дальше провести остаток стрима. о том, что человек в погоне за своей целью, в погоне за своей мечтой способен буквально свернуть горы и перетащить корабль через леса непроходимые Амазонки и сделать все, что угодно, потому что именно мечта придает человеку такую силу, что он начинает обладать чуть ли иногда не безграничной властью. Вернер Херцег, Фицкаральда. Сейчас идет безграничная власть, сегодня стрим у нас прям преследует Калигова. Сейчас я сказал про безграничную власть, и мы еще смотрели про Палпатина. Просто, мне кажется, мне пора стать диктатором. Вгляд тот фильм, который точно должен посмотреть каждый. Ну что ж, а на этом у нас на сегодня все. Мы обязательно будем с вами еще говорить про фильмы, будут разборы отдельных произведений. Обязательно, кстати, напишите в комментариях, какие фильмы вам бы тут хотелось увидеть. Ну и, конечно же, подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Нажмите на колокол, ну и не забудьте о комментариях, это все очень поможет в продвижении. И, кстати, у нас еще есть телеграм-канал, где мы публикуем массу всего интересного, и Яндекс.Дзен, где вы можете найти статьи от разных авторов. Ну а мы с вами скоро еще увидимся. Так, ну что ж, досмотрели. Спасибо большое SexoAnimal за 700 рублей и за заказанное видео топ-контент. Побольше бы такого. Но... Ну... Субтитры сделал DimaTorzok